Уважаемые студенты, сегодня у нас третья лекция по новой и новейшей истории Азии и Африки. И у нас третья тема. Это страны Дальнего Востока в новое время. С помощью стоп-кадра остановите, все это перепишите. Те страны, которые мы рассмотрим сегодня, у вас на экране. Прежде всего, я хотел бы отметить те изменения, которые происходили в новое время с основными великими державами того времени. Прежде всего, это, конечно, Китай. Китай, который играл в эпоху древности и средневековья роль супердержавы региона, она постепенно начинает утрачивать позиции. И связано оно, и это произошло в Ниссанзу. В 17 веке династия Минь сменилась в династии Цинь, в манчжурской династии Цинь. Чурджини снова захватили власть, но через, буквально через некоторое время там произошли некоторые перестановки. И другой манчжурский род, уже самих собственных манчжуров, они основали вот эту династию Цинь, которая просуществовала до начала 20 века, до 1010 года, до революции. Что можно характеризовать эпоху Цинь? Надо сказать, что манчжуры в 18-м, начале 19-го века, они были очень пассионарны. Прежде всего тем, что начали завоевательные походы на те территории, на которые они первоначально, в принципе, китайцы не стремились. Но нужно отметить такой момент. Это не китайцы, это манчжуры. И армия у них была, тоже состояла в основном из манчжуров. Они окончательно в 17-м веке положили конец северной династии Юань и притязанием монголов на территорию собственной Китая. Это один момент. Второй момент. При Цинях окончательно произошло присоединение Синьцзяни. Турфанского оазиса, а потом и в 19-м веке региона Кашгар, к Цинской эпохе. Причем, вот в этой борьбе столкнулись Российская империя, которая устремилась на территорию Туркестана. И, собственно, Цинь. Тот водораздел, который получился между двумя странами, был закреплен двумя договорами. В 1881 году Чубычевский протокол и в 1883 году Санкт-Петербургский договор. Благодаря этому Санкт-Петербургскому договору появилась современная граница Казахстана между Китаем и Казахстаном. А также между Туркестаном, Казахстаном и, собственно, с Китаем. С этого времени территорию, которую раньше называли Туркестан, или это, собственно, географически, это Западная Азия, была разделена на две части. Восточный Туркестан и Западный Туркестан. Правда, название не закопилось, не сохранилось, назывался потом Русский Туркестан. Центральная Азия сейчас называется. Не совсем правильно. Что мы можем охарактеризовать династию Цинь? Они основали свою государственную идеологию на идеологии эллигизма и конфуцианства. И благодаря этому они сохранили те древние и средневековые традиции, которые были у китайских государств для этой эпохи. Надо сказать, что точно так же, как чуть позже мы будем говорить о Японии, Китай был открытой торговой державой в эпоху Советского Союза. Любые страны, которые хотели торговать с Китаем, они находили радушный прием в этой стране. Но, начиная с 17 века, в этот регион проникают европейские, великие европейские державы. И эти великие европейские державы, они стремились с одной стороны к неэквивалентной торговле, а с другой стороны распространить свое политическое влияние через конфессии. Это, прежде всего, иезуитские католические миссии, которые проникали в Китай разными путями. Это, с другой стороны, Россия и православное миссионерское движение, которое обосновалось в Китае. И французы тоже начали проникать в этот регион. И вот это влияние миссионерских движений, оно оказалось очень сильным. Это испугало императоров династии Цинь, и они начали постепенно закрывать страну. Те европейцы, в первую очередь. То есть у европейцев не оставалось никакой возможности для торговли с ними. И тогда они провели одну из самых страшных комбинаций. Англичане, захватив небольшой остров, основали там свое небольшое административное владение, которое называлось, так же, как и в Англии, Кантон. Это английское название района. И этот Кантон, который сейчас известен как Гангкок, стал торговой факторией Британии и других европейских потом стран, торговлей с Китаем, с Цинской империей. И так как у них практически не было валютных резервов, они начали завозить сюда Опин. Этот Опин получил широчайшее распространение среди китайцев. И Опин стал второй валютой, с помощью которой европейцы начали торговать с китайскими компаниями, торговыми древними и с реликами китайскими компаниями, которые были в этой стране. Все это привело к тому, что уже в XIX веке британцы и французы, а также потом и Россия, начали заключать с Китаем неравноправные договора. Если Цинская империя уже в XVIII веке приобрела контроль над Халхой, то есть над Северной Монголией, то в XIX веке Российская империя, особенно во II веке XIX века, Российская империя активно проникает в Монголию. И к началу XX века Монголия переходит под вассалитет Российской империи. Вот эти изменения, они привели к тому, что внутри Китая, благодаря европейскому влиянию, начинает развиваться европейская культура. В крупных городах, в Пекине, Шанхае, Нанхине, Шанчжу, и в других городах появляются европейские кварталы, европейские рестораны. Китайцы оказались очень восприимчивы к европейской культуре, быстро изучали язык, быстро изучали, пристрастились к гастрономическим изыскам европейцев. И, конечно же, это сыграло еще и другую культурно-политическую роль на Китае. Китайцы вслед за Европой начинают создавать у себя различные политические партии, и эти партии носили различного толка, социалистические, принадлежая социалистическому течению. Вот как раз в этот момент Китай, вот эти социалистические движения еще и приобретают такой немножко национально-освободительный характер. Несмотря на то, что, вроде бы, Китай не терял прямого суверенитета, полного суверенитета над своими территориями, но все прекрасно понимали, что и императором, и практически во всей стране главенствующие положения получили иностранцы, иностранные компании, иностранные дипломатические миссии, в основном ведущих европейских держав. И вот эти силы, они фактически диктовали основные условия, не только китайскому правительству, но и китайскому народу. Все это привело к революции 1910-1911 годов, в результате которого национальные силы свергли императора, и Китай превратился в республику, китайская республика. Эта китайская республика существует до сих пор, этот вариант, в виде республики, в виде страны на острове Тайвань. И, конечно же, в этот период, чуть позже всплывает уже роль, личность Чан Тайшида. Очень интересного человека, который постепенно, чтобы дистанцироваться, для того, чтобы бороться с европейскими державами, после революции 1917 года, сближается с социалистической Россией, и получает оттуда помощь. Одновременно, в 30-х годах, большое влияние получает Коммуническая партия Китая. Они создают военизированные свои отряды, и эти военизированные отряды также получают помощь от СССР. В 30-х годах существовал такой момент, когда военные инструкторы СССР были как в армии Чан Кайши, так и в армии коммунистов, которые воевали и с Чан Кайши, а чуть позже, когда в 30-х годах сюда началась война с Японией, и японцы, которые были с материковой частью Китая, то и с японцами. У Чан Кайши не было сил и возможностей бороться и с коммунистами, и с японцами. Он старался бороться с японцами, а вот коммунисты, благодаря тому, что страна была практически разделена, благодаря тому, что мы называли раньше демократическим централизмом, быстро приобретают силу и мощь. И уже к началу Второй мировой войны превращается в отдельную боевую силу, которая при помощи Советского Союза к концу Второй мировой войны становится господствующей силой в стране и в 1949 году создаёт Новый Китай. Китай, который наши казахи в Китае называют Джохла Халат Республикаса. Что касается Японии. Япония точно так же, как и Китай. До 17 века она была вполне открытой страной, никаких запретов по такому не существовало, но с 17-18 века сюда проникают испанцы, португальцы, и вот эти католические миссии вдруг неожиданно получают такую очень большую популярность среди японского народа. И католицизм быстро распространяется среди японцев. Чуть позже православие дальше получает распространение среди японцев. Вот такой интересный момент. Миссионеры всегда оказывались раньше, чем военные завоевывали в странах. Но Япония в 19 веке, благодаря такой личности, как Тукугава, Сигуль Тукугава, начинает модернизацию страны и общества. Те социальные слои, которые были вокруг императора, прежде всего император опирался на таких неупомянных дворян, как самураи, эти самураи отодвигаются в сторону уже новой японской буржуазии, новыми промышленными кланами, которые постепенно-постепенно оттесняют самураев вокруг императора и фактически занимают и составляют новое правительство. Благодаря Сигунату Тукугавы Япония стремительно модернизируется, строятся железные дороги, появляются европейские кварталы, появляются газеты и появляются политические партии Японии. Но надо сказать, что для того, чтобы это произошло, Япония в 17-18 веках, в начале 19 века, так же, как и Китай, переживал период закрытия. То есть, точно так же, как и китайский император, японский император также испугался расширения христианских конфессий на своей территории, запретил их деятельность, запретил под страхом смертной казни вход европейских судов на японские порты. Япония переживала весь 18-19 века в такой определенный кризис. Ограничение в торговле привело к тому, что то благосостояние, которое существовало у народа до этого периода, постепенно падает. Роль достаточно прогрессивной торговой буржуазии 17-18 века тоже падала. И, в конце концов, вот это привело к тому, что они взяли свои руки, появляется вот этот секунад, и этот секунад начинает решать практически все остальные моменты жизни этого государства. Надо сказать, что в 20 веке Япония, даже Китай, начинает милитаризовываться роль военных, которые основывали свою власть на родовых кланах, усиливается. Если после революции 1970-1911 годов в Китае практически все провинции становятся автономными, и в обновлении этих провинций вскоре становятся различного рода генералы, которые начинают через некоторое время соперничать и даже напрямую воевать друг с другом, то в Японии военные составляют основную политическую силу в стране, и именно военные определяют в том числе промышленную, торговую политику и внешнюю политику Японии. Основной момент в начале 20 века у японцев связан с Кореей. Так получилось, что Корея оказалась самой слабой страной в этом регионе, и японцы тоже захотели участвовать в дележе Кореи и во влиянии на Корею. На Корею через Манчжурию пытался выйти и Россия. И в начале 20 века, в 1903-1904 годах, Россия строит там КВЖД через Манчжурию. Россия имеет очень большое влияние на территорию Северного Китая. Военные миссии различного рода и даже отдельное военное соединение там под разным предлогом находятся на этой территории. Благодаря этому появляется короткий путь из Дальнего Востока на территорию, даже из Восточной Сибири, на территорию Кореи. И появляется план Николая II захватить эту Корею. Все это закончилось неудачной войной 1905-1906 годов, когда флоты России потерпели полное поражение от флота Японии. Прежде всего, конечно, из-за того, что были очень сложные логистические пути доставки вооружения. Что касается Монголии в этот период, мы, в принципе, историю этой страны рассказали. Северная династия Юань в 17 веке, практически в середине 17 века, перестает существовать. Вместе с ним исчезает титул Каган. Одним из самых последних его носили как раз юаньцы, императоры Юаня. И постепенно-постепенно Монголия становится местом, на которое претендует Цинская империя. И Цинская империя достаточно быстро осваивает внутреннюю Монголию. И начинает проникать в том числе и на территорию Халки. На территории Халки появляются различного рода гарнизонные городки, то, что сейчас назвали бы военные базы, и другие административные структуры Цинской державы. Формально Монголия не теряла суверенитет внешне, но внутри страны фактически она потеряла. Что представляла собой Монголия в этот период? Начиная с 15-16 веков, Монголия получает буддизм, идеология изменяется. Буддизм ламаистского толка с большим количеством монахов. И был такой момент в конце 18 века, когда до 30% населения Монголии были монахами, уходили в монастыри. И, конечно же, буддизм это религия миролюбия. Монголы потеряли свою воинственность, несмотря на то, что, конечно, существовали какие-то отдельные дунские небольшие соединения, но они уже не представляли такой целостности, которая была в эпоху империи монголов. И вот этим начинают пользоваться соседние государства. Прежде всего, это Цинский Китай и Россия. А чуть позже, в 20 веке, на территории Монголии пытаются войти и японцы. Но они были остановлены в 1939 году на острове Хасан, в 1939-1939 годах на острове Хасан и на Халкинголе. Благодаря этому Монголия осталась свободной. Это я помню, правда, все это монголы, монголы это толкнуло в объятия Советского Союза. И они долгое время, вплоть до 1900, уже до новейшего времени, до 1991 года, были в объятиях Советского Союза. Вот эти моменты я хотел бы обратить внимание. На эти моменты я хотел бы обратить внимание на наши сегодняшние лекции. Теперь я хочу дать вам вопросы для закрепления. С помощью стоп-кадра, пожалуйста, перепишите эти вопросы. И в силамусе я вам дал свой электронный адрес. Можете прислать или видео-ответ, или письменный ответ на эти вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!